Тиона Рэй. Карамельная кофейня. Эльфам вход запрещен. Глава первая. А начался он вот как. Бумажки. Неслыханное счастье для той, кто всегда мечтал о своих личных деньгах. Куда прешь, дура? Я взвизгнула и отскочила. Так ушла в себя, что выбежала на красный свет. Вокруг сновали люди. Они говорили по телефону, шумели, создавая хаос. Машины гудели, пытаясь переорать друг друга. А я мечтала скорее дойти до дома и нырнуть с головой в другой мир. Налью себе горячий чай, возьму из холодильника фруктовые корзинки и сбегу от реальности. Снова замечталась, а потому даже не заметила, что снова перебегаю дорогу в неположенном месте. Да еще наступила в глубокую лужу, и грязные брызги окатили меня с головы до ног. Но мне было все равно. Я уже видела свой подъезд и сделала последний прыжок на тротуар, а там через два метра мой дом. Виск тормозов, матерные слова, доносящиеся из открытого окна машины. То последнее, что услышала, прежде чем в голове, зазвенел колокол от испуга. Распластанная на асфальте, я сфокусировала взгляд на побледневшем парнишке за рулем и провалилась в темноту. Аккуратно встала на колени, убедилась, что ничего не повредило, и подняла голову. Впереди в окружении цветочных клумб стоял старенький двухэтажный домишко с огромной вывеской, на которой странными каракулями было что-то написано. Несколько раз моргнула, и каракули превратились в надпись «Продается». Через открытые створки в окна тянула свежей выпечкой и доносилась еле слышное пение. Шокированная, я рассеянно осмотрелась. Точно помню, что меня сбила машина, отчетливо помню резкую боль в голове от удара о дорогу. Но где я сейчас? Если это рай, то он какой-то не такой, каким я себе представляла. Книжку я нашла в зарослях малины, чуть не плача от обиды подула на нее, сметая пыль. Странички заморались, а две даже порвались колючками. «Ох ты, батюшки!» Я подпрыгнула, заорав, как нервная истеричка, ну нельзя же так пугать. Со стороны дома ко мне, быстро перебирая ногами, семенила сухонькая маленькая бабулька, на ходу вытирая руки полотенчиком. «Девочка, ты откуда здесь?» Старушка пристально посмотрела на меня, на мое платье, и, кажется, оно ей совсем не понравилось, слишком короткое. «В таком виде!» «Что ей ответить? Что я умерла и попала в рай, а ангела не дождалась?» Вместо него подослали милую бабулю-одуванчика, у которой волосы-то были, как пух тех цветочков. «Не знаю», — пожала плечами. «Помню только, как меня сбила машина, но я сама виновата, нужно было смотреть по сторонам». Старушка перевела недовольный взгляд с моих голых ног на книгу, которую я держала в руках, потом на кроссовки, и... «Ох ты ж! Пошли, пошли скорее в дом!» Она казалась испуганной, быстро огляделась и потянула меня за руку. «Пошли, пока тебя не увидели!» После возгласа бабули я и не думала сопротивляться. Мало ли, куда меня занесло и что тут делают с полуголыми девами. Мы заскочили внутрь, дверь захлопнулась, и она махнула рукой. «Иди на кухню скорее, иди! Как тебя зовут-то хоть?» «Арина?» «Хорошее имя, хорошее! Новое придумывать не придется!» Когда мы расположились за круглым столом, я позволила себе осмотреться. Дом изнутри был таким же старым, здесь пахло затхлостью и сыростью, вперемешку с ароматом пирожков, и меня начало мутить. Убранство было скромным. Стол, кухонные шкафы, большая печь и половики на полу. Все, как в лучших традициях деревенских домов в России. Пока я смотрела в окно на ухоженный двор, бабуля налила чай в маленькие фарфоровые кружки и достала из печи блюдо с выпечкой. «Я правда не знаю, как тут...» Начала была я, но меня оборвали. «Нет, нет, можешь не рассказывать. Я о таких, как ты, наслышана. Ты с земли же, деточка. Ой, не повезло тебе, ой, не повезло!» «Почему это?» – опешила я. «Раз ты очутилась в моем саду, значит, там...» Перст старушки указал в потолок. «Ты погибла, девочка моя. С земли в Архангольдер переносятся только погибшие маги младше двадцати одного годика, иначе за тобой пришел бы он!» «Кто он?» «Маги?» Я захлопала ресницами, убеждая себя, что не послышалось. «Его высочество – Эшелдар Кранмаир. Он наделен даром, который помогает обнаружить магически одаренного человека в немагических мирах и притаскивает их в свою академию. Пять лет длится обучение. А потом…» – старушка снизила голос. «Таких переселенцев никто больше не видит. Так что ты уж, девочка моя, не выдай себя. Ой, не выдай!» Я онемела даже. Кусок пирожка застрял в горле, а руки меленько задрожали. Впрочем, бабуля Адуван не выглядела сумасшедшей. Вполне себе бодрая старушка в ярком цветастом платье и до пола, на голове повязочка, из-под которой выбивались седые пряди. И лицо такое доброе-доброе, глаза испуганные, но честные. Хотя кто знает, во сколько наступает старческий маразм и как он проявляется. «Вы сказали «маги»? Что это значит?» «Сила у тебя магическая имеется, крохотная, в единичку всего. Так всегда бывает. У тех, кто родился не в нашем мире, потенциал не бывает выше. Его нужно развивать, обучаясь в Глорисе. Но уж не ходи ты туда, деточка, пропадешь ведь!» Я отхлебнула глоток горячего чая, обожгла язык, но боли не почувствовала. Настолько была обескуражена. Покосилась на книжку. Это была одна из историй про переселение тел в другой мир. Но в книжке всё выдумка, всё не по-настоящему. А я вот, сижу тут. Перечитала, что ли? Вновь кинула взгляд на старушку и медленно протянула к ней руку. Толкнула в плечо. Настоящая. «Реальная я, деточка, не сомневайся!» Она улыбнулась беззубым ртом и похлопала меня по руке. «А вы уже встречали и других попаданцев?» «Ох, видела одного, тот ещё Аболтус. Его привели в академию, как и положено. Он даже отучился с горем пополам четыре года. Чего только не натворил за это время. А потом украл какой-то очень важный артефакт и сбежал из королевства. Никто не знает, где он находится теперь. Возможно, вообще погиб. Поиски прекратили. Наверное, лорд решил точно так же. Поговаривают, что Роберт был довольно сильным магом-артефактором. А они чаще всего подвержены разным опасностям. Артефакт взорвался, например. Или же просто сработал не так. И в момент его проверки маг мог погибнуть. Много разных случаев бывает. «А если я обладаю силой, как узнать, какой? Она разная, да?» Спросила сама, не веря, что говорю такое. «Я маг». «А вот тут, деточка, поможет только дело случая», – грустно сказала бабулька и долила нам чай. «Однажды она проявит себя, когда придёт время, и ты сразу её почувствуешь». Солнце клонилось к закату. В Архангольдере наступала ночь. Мисс Марун, так она представилась, проводила меня в комнату на втором этаже. Спальня была небольшой, но уютной. Только видно было, что в ней давно никто не жил. «Это спальня моей дочери. Но она уже давно живёт на юге, в городе Болдур. Вышла замуж за одного достойного герцога. И у неё уже своих две дочери». «А почему вы продаёте дом?» Вспомнила я вывеску на крыше. «Так целители мне советуют перебираться ближе к морю. Старавить стала. Вот поеду к дочери. С внуками хоть понянчусь». Мисс Марун включила мне светильник на комоде и закрыла за собой дверь. А я осталась одна осмысливать произошедшее. Уснуть сегодня точно не смогу, поэтому, расположившись на узенькой кровати, уставилась в потолок. Лежать было неудобно. Матрас жёсткий и комками, подушка и постельное бельё напиталось сыростью. Его давно не меняли. Вздохнув, потянулась за изголовье кровати и выглянула в окно. Небо было чистым, яркие звёзды смотрелись в черноте россыпью бриллиантов на юбке городской модницы. Я приоткрыла форточку и вдохнула головокружительный запах ночных фиалок. Цветочные клумбы росли повсюду. И во дворе мисс Марун, и даже возле того каменного здания через дорогу напротив. А в его арке виднелся небольшой парк, освещенный тусклым светом уличных фонарей. Только свет в них был какой-то странный. Не жёлтый, каким я привыкла, а белый, словно дневной. Упёрлась локтями в подоконник, наполовину высунувшись в окно, и даже дышала через раз. Здесь всё было таким красивым, спокойным, уютным, чего мне в моём огромном городе так не хватало. Родителей почти не видела, они у меня археологи. Бабуля была вечно занята в своём театре. Быть может, совсем неплохо, что я очутилась именно здесь. Как там сказала мисс Марун? Архангольдер? Так вот, Архангольдер, назначаю тебя самым восхитительным местом во Вселенной. Странные звуки заставили меня внимательнее вглядеться в пустынные улицы, но я никого не заметила, а, подняв взгляд, обомлела. Огромная птица кружилась в небе, хлопая широкими перепончатыми крыльями. Она то бросалась вниз, то вновь взмывалась вверх, теряясь среди звёзд. В очередном пируэте мелькнул хвост. Дракон! Сердце забилось от восторга в бешеном ритме. Захотелось кричать и вылезти в окно, чтобы поближе его рассмотреть. Дракон! Настоящий! Да быть такого не может! Я восхищалась огромным сильным зверем с широко распахнутыми глазами, а потом он вдруг стал снижаться и скрылся за горизонтом. Присмотревшись внимательнее, разглядела башни огромного замка, там, куда улетел чудо-зверь. Наверное, он живёт в нём, решила я, и, разрываясь от эмоций, сползла на постель. Знала бы, какие эмоции принесёт мне завтрашний день. Я бы радовалась чуть меньше, а назначить это королевство лучшим во Вселенной мне бы и в голову не пришло. Всё началось с самого раннего утра. Проснулось около семи часов, если смею надеяться, мои наручные часики правильно работали в этом мире. И выглянуло в окошко, снова насладиться видом умиротворённого городка. Пение птиц разливалось по всей округе. Домик мисс Марун стоял как раз на опушке леса, а до города ещё метров триста примерно. Большой двор, за ним широкая дорога, и начинались улицы с вычурными богатыми домами. Лучше, чем сейчас, я себя ещё никогда не чувствовала. И не важно, что моя спина практически отваливалась из-за жёсткого матраца, а волосы напитались влажностью и распушились. Расчёски, как, впрочем, и других атрибутов женской красоты, у меня не было. Выбежав в книжный магазин, я не стала брать ни сумку, ни даже телефон. Схватила триста рублей и понеслась. Знала бы, что произойдёт, тащила бы с собой мешок вещей. Дёрнула дверь на себя и... Ничего. Она была словно закрыта на ключ, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что деревянные косяки просто разбухли от влаги, а ночью дом ещё как-то покосился немного, и дверь заклинила. Не могла же мисс Марун меня запереть в конце-то концов? Делать нечего. Хочется есть и погулять, выяснить, чем и как мне жить дальше. Придирчиво осмотрела всё ещё не высохшие кроссовки. Решила, что обуваться пока не стану. Кое-как распутала пальцами гнездо на голове, полезла в окно. Моё детство прошло с пацанами на заднем дворе, где понастроены гаражи, с которых так весело прыгать в сугробы. Что мне второй этаж дома? Да и не этаж вовсе, мансарда. Вцепившись в подоконник, повисла в воздухе, болтая ногами и пытаясь нащупать точку опоры. Нога уперлась в выступающее кухонное окно, и я прыгнула. В очень крепкие мужские руки. Меня перехватили за талию. Юбка задралась, и полуголой задницей я уперлась в чей-то живот. От стыда и от страха краска залила всё лицо до кончиков ушей. Но стоило мне повернуть голову, не сдержавшись, завопила во всё горло.